друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят давайте с вами обсудим обсудим некоторые интересные моменты ну и конечно же начнем мы с вами друзья мои с позитивных моментов предлагаю вашему вниманию прекрасный комментарий моего зрителя сергея у меня кстати несколько сергеев на моем канале но что хочу сказать вот знаете вот этот комментарий юмористический юморной веселый задорный с иронией вот без единого оскорбления без единого обзывания да как нельзя кстати наглядно показывает подписать и уралки вот этим вот ее хомячком гнилушкам и самой уралки сарафаном как можно весело с юмором и задорно что-то написать даже про тех людей которых которым нет ни капли уважения почему должно появиться это уважение друзья мои мне просто интересно да кто-то знаете не знаю уралки говорит а я про нее ничего не знаю а я в принципе к ним хорошо отношусь но если ты ничего не знаешь так хочется сказать закрой свою варежку раз ты ничего не знаешь про людей которые зиговали которые обзывали славянских женщин девчонок а это все было в прямых эфирах наглядно прилюдно публично и так далее да которые желали людям смерти показывали факи в эфирах если для вас это хорошие люди ну значит вы сами их уровень и в этом даже никто не сомневается ну что друзья мои представляю вашему вниманию комментарии моего прекрасного зрителя сергея его комментарии всегда просто замечательно пишет я закрепил этот комментарий под вечерним моим роликом до уралку я вышла сегодня и сказала о том что друзья мои я хотела выйти пораньше прошу прощения ребят и значит не получилось так вот пишет комментарий злые вы и завистники мне квартира нравится а калидор особенно да да калидор длинный как вагон окна только нарисовать на стенах и девчонка оля может прыгать на одной ножке из конца в конец с булкой в руки весело напевая он уехал прочь на ночной электричке за губу на свай заложил по привычке и сраил сафар две подружки сестрички оленька плач твой звездец пришел я не могу ребят так смеялась прям вообще смеялась до слез и зрители конечно же сергея написали по поводу того какой замечательный классный офигенный комментарий и действительно хотелось бы посмотреть в калидоре да не в коридоре в калидоре друзья мои как наша ула может скакать на одной ножке да из конца в конец с булкой в руке но про булку мы с вами говорили еще тогда когда ола друзья мои когда все ее друзья ну если они были конечно да когда ее одноклассники ровесники сверстники бегали гуляли веселились развлекались детские детства детства и так далее наша стояла с булкой за углом друзья мои подглядывая недовольно за своими сверстниками потому что бегать ей не хотелось хотелось исключительно поедать пищу собственно что она и сейчас продолжает делать ну что друзья мои по поводу всего этого на свете вы знаете я вчера ночью когда кстати вышла в ночной эфир выложила эфир и вчера рассказала своим зрителям что если есть у вас ребят проблемы если у вас не загружается youtube заходите загружайте vpn без проблем а есть он платный есть он бесплатный у меня кстати бесплатный vpn без проблем загрузила сделала скачала у меня и раньше был только на другом телефоне а на этом телефоне я его еще не загружала и вот вчера его загрузила потому что два дня у меня были проблемы с тем что вот без конца крутился этот круг я уже говорил 10 секунд я смотрела ролик да а потом 40 секунд у меня вот это вот все кружилась крутилась и понятно это ну не нормальная ситуация учитывая что я смотрю блогеров да я не люблю их смотреть ни на ноутбуке не на планшете не на телевизоре на телевизоре я включаю только тогда когда я делаю какие-то домашние дела и так далее то есть когда я уже сажусь основательно смотреть блогера дабы запилить обзор я сажусь мне очень удобно взять телефон в руки и смотреть мне так гораздо удобнее но это не суть важно у каждого как говорится свои предпочтения да так вот я вчера озвучила что ребята если есть такие проблемы потому что мне еще многие писали что начались проблемы начались проблемы и так далее и тому подобное я поняла прекрасно что конечно же естественно vpn всем в помощь как говорится да у кого начались проблемы но собственно я рада что я помогла некоторым людям мне сегодня и в телеграм канале писали там тамара писала многие другие люди писали да и в личку писали и на ютубе писали спасибо большое то мы не знали допустим я не сомневаюсь что если люди этого не касались они не знали да vpn есть как платный так и есть бесплатный без проблем будете смотреть без проблем ролики да то есть они будут заходить но были конечно же те люди которые прибежали знаете которые ненавидят всех и уралку там и пиратов и всех и в том числе и блогеров обзорщиков мне так это всегда смешит ребят вообще а зачем нам это а нам это не надо а нам вообще этот youtube нафиг не нужен и так далее ну правильно саша написал так идите газету читайте чего приперлись на простору youtube вот у меня такой же вопрос встречный да если вам ничего не надо это не значит что всем остальным ничего не надо многие приходят на youtube опять же это платформа на которую люди приходят кто-то найти какую-то важную информацию на ютубе можно найти абсолютно все вот все что захотите можно найти на просторах youtube кто-то приходит посмеяться получить позитивную какую-то там да какой-то позитив кто-то приходит опять же с какой-то определенной целью смотреть каких-то определенных блогеров какой-то определенный контент и так далее если вам не нужен youtube у меня вопрос тоже на засыпку чего тогда на youtube и забыли зачем вы тогда бегаете и оставлять а нам youtube ну не нужен так чего вы сидите на ютубе причем вот я говорю те которые орут громче всех что им youtube не нужен они будут сидеть до победного я в этом даже нисколько не сомневаюсь я еще раз говорю я эту информацию озвучивала для своих хороших добрых зрителей которые спрашивали говорили что у них есть проблемы и так далее ну а по поводу незаконности vpn не позорьтесь уралкины прихлебатели не позорьтесь у вас на свай законный да хотя у нас его в стране отменили в 2013 году я об этом миллион раз говорила но уралкина подписота вот это вот знаете вот эти гнилушки вонючки бегали до сих пор писали на свай это не наркотик нет он не запрещен он запрещен есть определенная статья да есть закон да опять же о том что как раз таки на свай был запрещен у них ребят то что знаете белое они на белое говорят черное на черное они говорят белое vpn никогда не позорьтесь не был запрещен когда vpn будет запрещен его никто не сможет скачать легко и просто никто пытаются запретить бесплатный vpn потому что люди хотят на этом зарабатывать да на платном и это понятно запрещали через vpn смотреть через бесплатный инстаграм который у нас по крайней мере пока еще да запрещен в стране хотя я слышала что уже вроде как его будут возвращать на наши просторы но об этом речи нет пока по крайней мере да сейчас еще это конкретно неизвестно вроде как говорят но vpn у нас разрешен поэтому все свои вот эти вот какие-то непонятные моменты оставьте при себе если вы не знаете информацию либо ее загуглите и посмотрите что он разрешен либо просто не пишите у меня вот данные провокации не пройдут на моем канале имейте ввиду ну что друзья мои это что касается всей этой ситуации понимаете то есть да кто то ой мы там да мы уйдем с ютуба идите сейчас чего вы сидите на ютубе чего вы сидите и получите абсолютно всех причем бегают по всем каналам куда ни зайдешь да бегают 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 и все недовольны все уралка недовольны вишни недовольны малиной недовольны всем недовольны вообще всеми на свете недовольны боже как вам живется хочется спросить вы такие бедные несчастные вас прям за штаны наверное тащу либо обзорщики к себе либо еще кто нибудь к себе короче ладно в общем друзья мои ну что ж как говорится поговорили поговорили далее далее друзья мои комментарии комментарии пойдем попозднее уралочка рассказывала нам интересные вещи даже вот специально записала на бумажке сегодня друзья мои про обои про кровать на дизайнер это мы из себя не очень мы это такие дизайнеры мы это что там мы не такие чтобы украсить жилье но да уралочки ваш дизайн в квартиренке пятидесятых шестидесятых годов да в доме пятидесятых шестидесятых годов мы видели прекрасно но друзья мои уралочка рассказала о том что она таки дождалась сантехника ой как сегодня рафзалия насмешила написав о том что надеюсь сантехник а не из немецких фильмов для взрослых в общем да и говорит вы знаете вот сафарчик ой сафарчик все хочет так быстро быстро чтобы у нас все было здорово он у меня такой деловой такой деловой да да мы помним прекрасно какой сарафан деловой когда он не знает как правильно держать в руках культиватор когда он не знает как правильно друзья мои мариновать мясо как он не знает как правильно разбираться собственно с шашлыками и совсем на свете а еще вспомните тот самый момент когда была эпопея с балконом так вот уралка тогда названивала и договаривалась с руководством фирмы по поводу балкона не сарафан еще тогда сказала а в чем дело а чё ж такой деловенный сарафан молчал в тряпочку а все очень просто потому что два слова связать не может ой многие кричат мы не верим не верим что он живет почти 20 лет в россии слушайте он живет и общается в своей среде он ничему не учится он не развивается вообще неужели не понимаете что такие люди есть абсолютно везде кто-то эмигрируя в какую-то страну пытается ассимилироваться ассимиляция проходит когда ты пытаешься войти в социальную куда в какой-то социальное общество до других людей пытаешься перенять их культуру их традиции язык да пытаешься вариться так скажем в этом котле в этой среде и так далее когда ты ни к чему не прикладываешь никаких абсолютно усилий ты так и будешь разговаривать моя твоя не понимать шашлык-машлык-башлык вот собственно и все но друзья мои уралочка рассказывает ой он сказал что я так хочу чтобы ты жила так хорошо тут и радовалась всему вы знаете когда она это рассказывала сидя в салоне автомобиля я подумала что вот сейчас еще немножечко она прямо кончит друзья мои от того что она сама поверила в эти сказки уралка у меня к тебе вопрос на засыпку и не только к тебе но еще к твоей подписоте если там есть какие-то думающие люди то пусть они мне ответят на вопрос уралка с сарафаном живут вместе шесть лет вот скажите пожалуйста что миса мисала мисала 100 мисала 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 и намисала что мешала сарафану за шесть лет проживание с уралкой в ее же квартире в ее же жилье создать там хорошие условия и сделать из этой однушки за пердушки самую настоящую конфетку почему он тогда не захотел сделать так чтобы она просыпалась и глаз у нее радовался а ответите мне гнилухи уралки вместе с уралкой с сарафаном а я понимаю что нет а знаете почему а потому что вам нечего ответить а знаете почему а потому что это было не его жилье и ему плевать было на это жилье точно так же как и на нее а здесь жилье на половину его и он прекрасно это понимает и конечно ему хочется сделать что то здесь да это там он жил в однушке и относился к этому не мое и ладно не мое и не жалко а что что там для своей женщины не создал хорошие условия а я скажу так а был бы нормальный достойный мужчина а он бы создал условия особенно учитывая тот самый момент что он сам пришел на все готовое с пустыми руками с ими карманами просто альфонс пришел да без всего абсолютно ну про сковородку не рассказывайте это была история которую уже придумали позднее изначально не было ничего так вот друзья мои ничего он не захотел для нее сделать а здесь прекрасно понимает что потом это наследство достанется ему естественно он это понимает поэтому и забегал а до этого свою бабку чё-то радовать друзья мои он даже близко не хотел ой мне так понравилось когда она сказала в коридоре решили не класть плитку правда а вам малинка это сказала по горячим следам когда вы только-только выложили первый ролик о том что ура скажите радуйтесь за нас мы купили квартиру и так далее я сказала чуть чокнутый нафига вам эта плитка в коридоре в общем друзья мои у них все вечно как говорится все непонятно как да все в делах как говорится уралка в заботах селенок ни у кого не осталось представляете уралка вот мне так смешно ребят да вот рассказывают рассказывают про вот эти ремонты про все на свете это же так здорово вы знаете это так замечательно про сантехнику про все на свете правда а я вспоминаю ребят как два года назад когда у нас ну полтора где-то два года назад может быть даже полтора да потому что там еще что-то доделывали закончился ремонт у нас был такой грандиозный ремонт мы тоже меняли абсолютно все вот все мы решили просто поменять все денег выбросили огромную кучу но просто опять же для себя и сантехнику поменяли и все хотя у нас и дом новый да намного новее чем уралки вот я уже об этом говорила да и все на свете все сделали и так все красиво и все там и полы потолки все этой двери и это хотя у нас и было хорошо но решили сделать еще лучше и так я радовалась и помню в одном из роликов я как-то об этом сказала говорю так это приятно было боже какое говно полилось полилось говно по трубам от подписоты и вонючей уралки полилось от самой уралки с левых аккаунтов и так далее когда сказала про то что загородный дом приобрели боже сколько говна выливалось когда рассказывала про отличный отдых управление делами президента ребят вот что не дождусь если откроется поедем обязательно и съездим за три месяца раза три хотя там конечно и дорого да но не дешево естественно но ездим туда и снимала там и рум-туры снимала и показывала да и в телеге и на ютубе и так далее хоть кто-нибудь порадовался порадовались скажу порадовались мои дорогие зрители порадовались которые всегда радуются за меня а я всегда радуюсь за них но от уралки сарафана и их подписоты было только исключительно говно так вот у меня опять вопрос на засыпку вы какой радости от нас ожидаете почему мы за вас должны радоваться мы вам вообще ничего не должны после ваших оскорблений наших нашей культуры наших традиций наших дедов и прадедов после вашего зигования после ваших оскорблений славянских девчонок и женщин если для кого-то это знаете как махнули рукой и сказали ничего про них не знаю они для меня хорошие люди так и закрой свою пасть заткнись в пачку да а для нас это не хорошие люди и мы все это прекрасно знаем и прекрасно помним друзья мои понравился очень один комментарий ирины иришки моей хорошей доброй зрительницы уралочка раков случайно не осталось плиточником угостить сантехника видимо ирина имела ввиду дело не в этом друзья мои ну хоть хоть кого как говорится ира абсолютно права да эти раки друзья мои этих раков не смог сожрать никто не уралка с сарафаном от своей жадности не подружайку светочку да накормить не смогли ни всех остальных ни маришку никого короче друзья мои это что-то с чем-то это просто нечто ну и по поводу ложи любви да уралка мечтает о ложе любви но на этом ложе любви уралка сможет исключительно только лежать друзья мои другую позу принять она там не сможет но пол шестого как говорится все уже все паникло все упало уже упала и все пропало я прекрасно понимаю что этот мой обзор не понравится подписать уралки ну что как говорится каждому свое